Пока одни отмечали Пасху, другие праздновали первый полет человека в космос. Это, напомню, произошло 12 апреля, 54 года назад. В честь праздника на аэродроме в поселке Кучаны прошла необычная детская экскурсия. Школьникам не только рассказали о самолетах, но и разрешили посидеть в кресле пилота. Вместе с детьми покрутила штурвалы Ксения Фрик. Погода солнечная, летная, но самостоятельно взлететь в небо детям, конечно, не разрешили. Но, несмотря на это, у самолета все равно выстроилась очередь. Каждый ребенок хотел почувствовать себя настоящим пилотом, хотя бы на земле. Мне понравилась эта вся кабина и как самолет выглядит. Кнопки. Они все непонятные, потому что я не понимаю, интересно, как летчики ими управляют. Как управлять самолетом и не бояться высоты, лично рассказал детям пилот «Ан-2» Владимир Норин. В небе он уже больше 30 лет. И еще ни разу «Аннушка» его не подводила. «Аннушка», да, конечно, это так ласково наши называют его. В 47-м году он создан, больше 60 лет ему. Более 60 стран мира поставлялся он. Передали в свое время его производство Польше. Сейчас она временно прекратила, потому что заказов нет. Но ручная сборка есть. В Китае делают его еще тоже. Они даже из него сделали военный истребитель. А в Кировской области их используют в санитарной авиации. Но в основном на таких самолетах летает лесопатруль. «Ан-2» – надежная птица, рассказывают летчики. Он может приземляться на любой грунт, даже в поле. «Ан-2», который вы видели, он в воздух поднимается на бензине авиационном специальном. А этот бензин может на обычном автомобильном летать. А это «Злин-142». Такой самолет «Вятка Авиа» закупила совсем недавно. Поэтому пока он стоит в ангаре. Но уже скоро на нем будут обучать пилотированию. К тому же желающие уже есть. «Мне хочется быть летчиком, ну и космонавтом тоже хочется». А еще в день авиации и космонавтики 12 апреля воспитанники технического кружка, юный пилот, запускали в небо самодельные ракеты и самолеты. Авиамодельный спорт, как и в советские годы, до сих пор привлекает мальчишек. Был девиз, значит, пионер на планер, комсомолец на самолет, с самолета в космос. Вот у нас так было. И специалисты все-таки технического профиля, они вырастали в этих технических кружках. И, возможно, эти юные пилоты в будущем тоже решат связать свою жизнь с небом. И однажды на всю страну скажут знаменитое «Поехали». Ксения Фрик, Данил Кочкин, Бюро новостей Довичи.